друзья всем привет вами канал живая русская баня меня зовут владимир ефремов и сегодня василий ляхов будет разбирать парное помещение в банном клубе который я сделал банный клуб крылья его видение вот я даже не просил его говорить какие-то плюсы минусы я просто сказал давай разберем вот по-честному как есть вообще не знаю про что он будет сейчас говорить единственное знаю что я сам обратную связь спрашивал говорили полы скользкие получились вот прям вот сейчас вместе с вами буду внимательно слушать что чтобы он сделал по-другому с его точки зрения порточки у это мы спать им баня кстати натопленная но проветривалась полностью сейчас сюда ребята уже придут париться василий приехал в гости рассказывай мне извини еще просто вот хорошо все мне все понравилось вот это говорят все а вот честную обратную связь далеко не от всех можно получить поэтому честная обратная связь но поэтому не разбор разбор моем понимании тут разобрать раскидать да а вот как раз впечатление впечатление сейчас будут абсолютно четкие потому что когда я пришел сюда и я ее просто смотрел изначально она еще была не готова она еще только топилась вот и я делал для своего канала вот такой репортаж про то как здесь первое мое впечатление но вот сейчас мы здесь от семинарили два дня и два дня мы пользовались этой баней да действительно самая большая вот это вот засада в твоей парной это то что плитку положили скользкую вот этот момент я всегда рекомендую напольную уличную плитку керамогранит причем когда вы ее покупаете берете прям намочили ее и попробовали рукой по мокрому потому что будет мед будет масло будет мыло будет что-то на этой плитке будет вода если вы скользите это вот как раз опасно подскользнулся под оближак оба что-то ударился беда бедовая поэтому здесь надо будет что-то с покрытием думать чтобы не так скользила вот поэтому первое впечатление у меня очень хорошее меня зацепил один момент это то что когда включаешь выключатель тебе там даже у тебя по моему там свободный выключатель есть там надо перри подключить потому что вот эти два фонаря они для уборки нужны по сути и когда включаешь освещение в бане когда они загораются лишние они то есть вот их не включать и тогда вообще классно потому что мне не нравится когда в глаза ты лег на полок а в глаза светит вот это вот второй момент который меня ну я я поясню ребят здесь включается отдельно вот этот цвет отдельно вот этот но он включается вместе со светом в мойке но это потому что там с трансформатором беда мы еще не переделали поэтому там отдельно включать момент я когда я увидел я пошел проверил выключатели понял что там есть свободный выключатель как раз для этой цели поэтому вот это развести в этом что вы мойки включили здесь и засветилась а вот этого света как раз вполне вполне достаточно для того чтобы вот получить я попробовал твои сидушечки твои сидушечки да действительно кайфово сидеть скажи сначала что ты про них я сначала как 0 мое мнение о том что сидение в бане головой вверх это неправильная история про это всегда говорю вот и я увидел тот момент что здесь можно было сделать расстояние достаточно чтобы человек сюда лег а форточка закрыта ножки сюда поставил то есть здесь можно лежать абсолютно комфортно согревая ноги и отсюда тепло и сверху тепло то есть здесь место по моему мнению достаточно для того чтобы здесь можно было комфортно лежать и там тоже то есть два лежачих места в этой парной могло было быть но когда володя сказал о том что сюда садишься и вот действительно я сюда сел но многие на этот стул положил здесь очень интересный эффект того что воздух отсюда он не просто тебе на голову ложится он вот поверх у тебя идет и тебе очень комфортно дышать вот это место удобно для того чтобы просматривать когда ребята сдают экзамены когда ребята работают а ты вынужден находиться в парной час два три четыре то есть целый день ты сидишь осматриваешь это место классная то есть ты здесь себе просто регулируешь поток воздуха чтобы он тебя прям не не смывал отсюда и действительно здесь вкусно сидеть потому что здесь прохладно причем с этой стороны сидеть удобно комфортнее чем стой потому что там печка больше жарит та сторона а здесь видимо вот этот вентиляционный вот этот вот как раз топ он дает возможность спрятаться многие подумают что вот и вот здесь вот горячо вот здесь вот не горячо потому что здесь заходит воздух вот это место оно еще не нагревается вот здесь вот уже горячо а здесь вот не защищает от печки и действительно отсюда наблюдать классно то есть вот этот момент изначально я сказал что я бы здесь вот расположил но я соглашусь с тобой что вот это вот удобно значит что еще мне очень понравился слив чаще всего я рекомендую его делать у входа почему я рекомендую делать у входа потому что тогда нету резки вот здесь он у тебя в центре сделан и здесь плиточнику было много работы здесь надо было резать конверт чтобы все в центр сливалась а если трап делать у входа то получается что плиточник просто вот так склон делает туда и вылитая вода она вся стекает к порогу и все листики туда туда текут и тогда получается что у нас в куда ни плесни все вытекает к порогу все вытекает к трапу и нет выплеска наружу нет выплеска наружу потому что вот у порога там все сливается и тогда убирать легче парную потому что все туда уходит здесь а здесь остается все в середине но здесь тоже собственно говоря в центре так ноженькая раз сюда все сгреб за пределы увел то есть когда я здесь работал я это тоже отслеживал но если вот так то волной туда все утекает все все утекает к входу быстрее убрать легче убрать вот вот и все а так рет и резки меньше полы легче сделать вот поэтому вот этот момент по печи по печи я сказать ничего не могу печь работает отлично вот мне стало понятно удобство вот этого ковша здесь для этой бани потому что тем ковшом которым я чаще всего дома работаю он у меня такой здесь не сработаешь здесь как раз ковш открывает и закрывает печку то есть вот это вот он как отдельный инструмент получается то есть да действительно очень удобно печку закрыть потому что когда ты поддал отсюда пар выходит и если ты попробуешь это сделать рукой то рукой ты обжигаешься а вот этот ковш конечно для такой печи этот ковш находка он как раз дает возможность вот это сделать потому что ну единственное что в печи меня как раз и волновало как печь закрывать когда поддал потому что оттуда подпор шарашит подпор да подпор шарашить поэтому вот без воронки конечно здесь вот это вот опасная история потому что пальцы обожжешь а как а как мне прямо интересно вот да ты как банщик как тебе соотношение размера парной мощности печенье перегревает она не перегревает пара тебе достаточно пара была достаточно пара была достаточно собственно говоря я работал на трех ковшах четыре ковша уже было где-то где-то рядом с пределом тебе когда я тебя парил на самом ярком моменте я бросал четыре с половиной пять ковшей то есть на ногах марина сказала что у тебя до 7 ковшей но я чувствую атмосферу 5 ковшей кинул и я понимаю что если я кину больше тебя спалю совсем поэтому я тебе вот предельное предельные твои ощущения были на пяти ковшах я тебе фотографию еще одну покажу у меня такого никогда не было я не знаю что это такое сейчас тоже минуту это у меня потом выросли вот такие крылья я не знаю что это такое это мой пришел у меня я фотографию ставлю значит это реакция тела причем вот это вот прошло через минут 20 ну просто не просто раз и ничего если я спину покажу там еще нет я пришел домой лег у меня два таких крыла по бокам и потом проходит 15 минут и ни следа не остается да это реакция такая же как на баночки так как такая же как на гуаша это реакция нашего организма зоны захарина геда вынесены на тело они реагируют на яркое воздействие паром на яркое воздействие веником и поэтому здесь у тебя были и припарки и растирки и это как раз работало вот таким образом как вентиляция по поводу воздуха хватает воздуха хватает воздуха когда когда сюда мы завели и положили то важно очень что мне понравилось что столы не стационарные до столы не стационарные это вот как раз классно потому что когда стол стационарный ты ничего сделать не можешь у тебя ширина старт стала нога и все а здесь когда мы отодвинулись стол да когда мы отодвинулись стол от стены и получили те самые вот те самые метр двадцать вот люди уважаться и ноги наверх закидывают но сюда веничек подкладываем или подушечку подкладываем чтобы голова лежала не на не на деревяшки вот так чтобы не на деревяшки вот так мы ребятишек сложили и у нас получилось что в этой парил очки у нас 8 парней крепких лежали мари двое сидели здесь марина с женей работали опахалами веерами я стоял на поддаче то есть у нас получилось 13 человек вот в этой парилке и нам хватало кислорода то есть мы все дышали нормально у нас не было ощущение что надо открыть двери там добавить или открытие форточки добавить воздуха я у себя форточки делал сделал на разной высоте здесь форточки на одной высоте это хорошо что паровой карман остается то есть ты открываешь свежий воздух поступает но у тебя все равно есть пирожок и тогда даже при открытой форточке человек лежит прохладе а ты тепло можешь опускать на него ты можешь создавать ощущение но у себя я сделал форточки во первых они у меня диагональные 1 выше 1 ниже тогда проветривается быстро достаточно ли залпового проветривания как как тебе она здесь вообще я думаю что если бы вентиляции не было то нам бы кислорода не хватило если бы было вот ну только залповая сейчас я тебя устраивает скорость залпового провела конечно да конечно да конечно потому что у тебя здесь прямой выход прямая дверь на улицу и поэтому вот вот это открыл прям мгновенно микроклимат меняется сразу становится свежо и это прям здорово потому что прямой выход на к ледяной купели к теплой купели дает возможность залпом сбросить прям очень мощно если надо медленно опустить температуру форточка у тебя там и форточки здесь они работают хорошо еще несколько вопросов у меня ты ты до сих пор так и не сказал ничего что не понравилось кроме пола я тебя все равно веду по разным моментам хочу услышать прям реально правдивое твое мнение вот с этой у тебя дома печка по серому где тонна 200 чугуна 200 килограммов по моему нефрита и там это раскаляется все до красного свечения печь по серому как тебе вот отсюда пар вот с печки гром как тебе пар по ощущениям по вкусу у меня ярче пар у меня ярче пар он более мелкий он более яркий и я его добываю меньшим количеством воды вот в чем смысл то есть я поддал мало и сразу получил паровой пирог но у меня и парилка сама по себе меньше само парное отделение потому что сама парная вся у меня два с половиной на пять с половиной но за печкой я шторку опустил у меня там место для парения очень маленькая потому что если бы у тебя здесь в половину меньше было здесь бы тоже здесь вы тоже ковшик кинул и получил а здесь у тебя надо все-таки кинуть четыре ковша до 34 ковша пять ковшей на это уходит время и паровой пирог из-за того что ты кидаешь вот эти четыре ковша из-за этого у тебя есть вот этот промежуток приходящего подпора который мне сложнее отследить мне надо было привыкать к печке с первого захода я не сразу ухватил этот момент я чуть-чуть переподдавал изначально вот я просто читал такие комментарии подавать на чугунную печку это же за по вкус металла потом в арту будет не было вкуса металла я вот про это в пару у меня то на 200 чугуна я работаю на чугуне если чугун испаряет и чугун отдает сюда в пространство парной через нефрит он идет через кварцит он идет этот парни важен через что идет и чугун никуда не денется все равно должен быть у меня дома на зубах вкус чугуна нет у меня вкуса чугуна и никто мне из гостей ни разу не сказал хотя я парил же и римаса коваля оскоса и владосой куба оскоса и этого марченко и бояринцев кто у меня в бане не парился все кто у меня в бане парился ни один человек профессиональный банщик не сказал что вася у тебя вкус чугуна есть нету вкуса чугуна чугун у меня лежит качественный то есть если бы это были может быть колодки от паровоза может быть там и было бы что-то но мой чугун не дает этого и здесь тоже нету вкуса чугуна нету я его нет нет нету 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 у меня вот в этом в этом моменте у меня вопросов нет у меня ощущение качественного пара по моим ощущениям он был чуть-чуть как 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 сказать чуть-чуть обжигающим вот и именно из-за того что ты даешь а подпор отследить не может я я сейчас поясню я знаете почему я уже рассказывал про то что на пара бывает только два вида есть видео либо насыщенный либо перегретый когда мы просто вкидываем воду вот так вот ковшом суда то выходит как насыщенный так и перегретый пар на насыщенный это просто испарившаяся вода сразу же суда вышла она не успела перегреться она несет мало энергии поэтому технолит сейчас стал делать дополнительные воронки чтобы вот это вот хозяйство даже и не открывать чтобы мы поддавали в воронки чтобы весь пар выходил перегретый поэтому я хочу знаете вот эти вот раковины есть из валунов я хочу вот сюда вот вот такую траковину из валуна поставить от нее подачу воды в каменку чтобы сверху примут в этот валун наливать вода туда уходила и выходил уже только перегретый пар без насыщенного тогда он будет вкуснее потому что потому что вот этот вот парк капля которая испарилась пока ты его поддаешь туда накидываешь она и создает вот этот обжигающий эффект то есть ты его в меньшей степени ловишь об парильщик который стоит на него как раз ложится вот это в первую очередь обжигающий ребят мы тут еще с василием перед видео договорились он подарки хочет подарить он играет слушай давай гриб подарим он сейчас про подарки скажет я скажу как подарки выиграть но подарки очень простые это ковш не просто ковш банный а ковш на котором я победителю подпишу этот ковш ну либо вы гравирую у меня есть инструмент либо на ручке сделаю надпись что это именной ковш победителя это первый приз второй приз это шапочка которая будет подписана как футбольный мяч шапочка которая будет у вас в подарок который будет висеть от василия лякова от школы василия лякова ну и третий подарок это опахало кстати опахало можно теперь заказать у нас на нашем сайте поэтому опахало тоже быть подписаны спонсор призов опахало.ru опахало тоже подпишем вот надо чтобы он тебе пришло потом туда поехала условия достаточно простые любой комментарий под этим видео можете василию написать как вам вообще это видео можете по парному тоже помещению что-то сказать подписка на мой канал подписка на канал василия внизу все ссылки будут тебе есть что добавить может по полкам по высоте полков нормальная высота полком нормально очень понравилось то что фиксируется колесики то что это не просто полок который там тащить надо по полу вот то что он массивный это классно и люблю массив но понимаю что это расходный материал поэтому здесь отверстие в в полке работает когда подкладывается под низ здесь мы давали снежок под низ сюда под низ в тазик и вот это мне больше нравится чем свежее дыхание то есть это работает это работает работает хорошо я сам попробовал когда-то со снегом первый раз я это испытывал испытал когда в пятнадцатом году мы парились министром обороны армении у них в бане министерства обороны у него как раз снег был с ягодой то есть не с их той с ягодой вот снег с ягодой смешанный и чаша подсовывается под такое же отверстие было да это был пятнадцатый год вот мы в цех отзоре проводили сбор союз наследники победы и поехали в министерство там парили министр обороны вот там я у него увидел вот этот момент что чаша с ягодой и со снегом подкладывается под низ под под лицо и это да достаточно вкусно мне нравится что голову центрирует не надо голову налево направо вода в ухо не выпадает то что ты держишь как бы до проливается поэтому это вкуснее чем свежее дыхание с улицы я противник свежего дыхания с улицы потому что там невозможно проконтролировать температуру ребят вот такой вот видос у нас получился спасибо большое за за обзор бани обзор от первого лица когда он только зашел и вот это увидел у него на канале есть да главное что два дня отработанных в этой бани мы получили прям вот кайфушки то есть мы работали индивидуально мы работали в группах мы обучались здесь поэтому баня когда она два дня но он стопом работает и в ней легко менять микроклимат легко создать условия от прохладного совершенно до прям яркого яркого во время припарок это прям классно парил очка работает здорово мне в общем и целом комплекс понравился но за мелкими вот этими шероховатостями которые я тебя озвучил мы еще будем видео на несколько тем с василием снимать поэтому у меня на канале видео три-четыре с василием выйд мы пошли чай попить а вы давайте участвуйте там внизу все подписано